Здравствуйте, друзья! Как обычно, по пятницам в программе «Вдоле» я представляю вам удивительных и прекрасных женщин, которые состоялись в этом мире, и не только для себя, но и для того, чтобы делать этот мир лучше. Сегодня у нас в гостях бизнес-тренер, основатель компании Юлия Кузьмина Systems и Persona Grata Group. Юлия Кузьмина, здравствуйте! Добрый день! 65 10 99 6 наш московский телефон. Сразу заходите на страничку финам.фм в рубрику нашу программы «Вдоле» на сайте, и задавайте вопросы, делитесь впечатлениями. Я думаю, что, ну, как обычно, на сегодня у нас особенно интересный гость. Вот буквально за несколько секунд того, как вы услышали нашу заставку, и мы начали с вами общаться, Юля как раз говорила о том, что каждый человек имеет право, имеет возможность отправиться в свободное плавание. По жизни или в бизнесе? Я думаю, что и по жизни, и в бизнесе. Это связанные вещи? Это внутреннее созревание человека, когда человек понимает, что у него есть мечта, и есть внутренняя готовность осуществить. И тогда ему уже никакие преграды или сложности, скажем, его не остановят. Он найдет правильный ответ и вопрос, как этого достичь. А если он мечтает, наоборот, ничего не делать? Ну, обычно такие люди мечтают ничего не делать. Либо они слишком устали, то им, безусловно, следует помечтать отдохнуть, найти каких-то своих людей, с которыми им будет очень комфортно. Постепенно восстановив свое ресурсное состояние, у этих людей обязательно появится совершенно другая мечта самореализации. Человек так устроен. Вот ему по природе, знаете, вот как нам внутренние органы даны, там, желудок нам не дает покоя, говорит, так, иди давай к холодильнику или иди попей. Нету этого у тебя? Иди попроси, иди сходи за работу и купи это мне. Желудок так все-таки диктует. То же самое у нас есть то, что нам диктует в виде, что нам хочется любить и быть любимыми. Нам хочется признания, нам хочется, чтобы как-то мы были значимы для людей, определенных людей особенно. И есть еще одна вещь, это мы хотим что-то такое сотворить, чтобы быть ни на кого не похожими. Но вот мне почему-то кажется, я не знаю, вы как специалист это подтвердите или опровергните, что вообще каждый человек рождается ни на кого не похожим, уникальным, особенным, с каким-то особым даром, талантом. И изначально у нас у всех, пока мы маленькие креветки и лежим в люльке, достаточно равные возможности в плане состояться. Ну, там, я не знаю, конечно, контекст разный, среда, воспитание, материальное положение семьи. Но почему-то мне кажется, что у каждого человека есть уникальный дар. Но почему так мало людей способны этот дар в себе хотя бы даже заподозрить, не то что уже там развить и реализовать? Это хороший вопрос. Дело в том, что в одной семье рождаются дети, иногда очень полярные. Один ребёнок, несмотря ни на что, достигается его, вытребует и родителей, где-то себя в школе проявит, то есть ему запрещают, не разрешают, а он всё равно идёт. А второй сидит на шее. А второй, ну, я бы так не сказала, а второй, наверное, более мягкий. Вот природа нас создала разными под что-то. То есть она нас практически, грубо скажу, заточила под что-то. Вот каждый родился для чего-то. Давайте мы с вами представим, что человек, который занимается финансами, финансовой аналитикой, ну, или вообще бухгалтерией, то есть этот человек не может идти по головам, то есть он просто внутри уложен так, природой, чтобы у него было терпение всё выверить, всё правильно сделать, проследить логическую цепочку, а может быть даже перспективный план какой-то увидеть, что через два года экономика страны будет такой, и что нужно предпринять. Только так. Но, безусловно, вот такого типа люди более, ну, знаете, интровертные, совершенно верно, они подвластны влиянию, потому что они внутренне с детства хотят, ну, наверное, где-то быть правильными, потому что они заточены под точность, правильно складывают потом в будущем. Но некоторым родителям это удобно. И как удобно? Что ребёнок спокойный. Они дали ему там, что он там, конструкторы, прекрасно, там ещё как-то она копается с игрушечками, с куколками одевает. У меня такой спокойный ребёнок. Но вот таким родителям я, наверное, порекомендовала, чтобы у детей они развивали больше способность творить совершенно верно, но всё-таки это коммуникативные. Это какие-то театральные студии или где-то танцевальное, чтение стихов, чтобы ребёнок, пускай в детстве, им легче в детстве преодолевать, выходить, говорить, как-то чувствовать ещё какую-то грань себя. Посмотрите, сколько отличников в школе, но когда они выходят ещё после университета с красным дипломом, они не могут совершенно себя продвинуть. Как правило, пробиваются троечники, это все уже знают. Почему? Потому что здесь срабатывает коммуникация. То есть здесь у троечника срабатывает ещё один механизм. Он привык, что его никто не ценит, и он уже махнул на все эти разговоры рукой, он прокладывает свой собственный путь. И прокладывая этот путь, он начинает обретать силу, какую-то информацию. Ко всему прочему, уже идя сам, безоценочно к нему другие люди подходят, они видят, что вот сейчас он делает вот так. И ему легче. И вот здесь начинается распаковка талантовых способностей. А взрослого человека можно распаковать? Можно, любого человека можно. Особенно можно, когда у человека есть желание, когда у него депрессивный синдром, или когда этот человек, знаете, настолько его мысли уже неэффективно исковали, что он уже ни во что не верит. В себя не верит, в первую очередь. Да, и здесь сложнее. Это приблизительно как, наверное, улиточку из её раковины. Ну да, но просто вот я не знаю, там, допустим, да, вот человек всю жизнь проработал менеджером на каком-нибудь офисе или там даже на каком-нибудь предприятии, и он понимает, что вот он уже задыхается в этом, ему хочется расширить свои грязи, он начитает попутешествовать, и может быть, у него даже есть какие-то амбиции там написать стихи, или научиться играть на гитаре, выучить итальянский язык. Но невозможно, потому что вот жизнь его такая, от звонка до звонка, ещё дома семья и дети, ещё надо гулять с собакой, ещё чего-нибудь, больная мама, и какая там гитара. Вы знаете, на самом деле в этот момент человеку так кажется. Так кажется, и любые кризисные ситуации или какие-то ситуации, такой нон-стоп, они нам доказывают, что мы в единицу времени можем делать что-то иначе. Когда мы думаем, что мне ничего не светит, что мой день-день сурка. Конечно же, сознание не будет искать ответы. То есть, допустим, как по-другому сложить. Вот вы сейчас затронули тему, которая является моей страстью. Я люблю оптимизировать процессы. Я всех по жизни уверяю, что за вот это количество времени они могут сделать, ну, по-другому перестроить свою жизнь. И практически работая с первыми лицами компании, когда я прихожу и говорю, давайте будем вашу увлечённость в бизнес снижать, допустим, процентов на 25. Все пугаются. Как? Нет. Я вот столько вот в компании, вот я это всё создал. Я живу на работе. Да, я живу на работе. И вот это всё, а если я сейчас выйду, что будет? И когда они видят, что правильно выстроенная жизнь, когда ты вовремя добавляешь в себя хобби, то у тебя больше ресурсов, у тебя больше настроек. Твоё сознание начинает быстрее соображать, находить решения, находить нужных людей, которые тебе помогают практически в своей жизни сделать более интересной, яркой и вдохновляющей тебя на другие совершенно решения. А давайте вернёмся тогда к самому началу вашего пути. Как так получилось, что вы занялись этим делом? Насколько я понимаю, вы вообще стали едва ли не первым российским специалистом, который получил такое комплексное серьёзное образование на Западе, сертифицированное. Вы знаете, до западного сертифицирования у меня, я считаю, что прекрасное советское, такое фундаментальное образование связано с патопсихологией. То есть у нас всё, что связано... Патопсихология у вас был? Да, МГУ. Патопсихология нет. Это был педагогический, где патопсихология, логопедия. И, безусловно, вот соприкосновение, наверное, с тем, что у нас было очень много практики в психбольнице, в детских садах, в домах инвалидов, глядя вот на вот это всё, что есть совершенно другая сторона жизни, а мне там 18-20 лет, и ты радуешься, а у тебя до этого вообще всё было хорошо, и ты столкнулась с такой реальностью. А как вас вообще в такое занесло? Вот я не понимаю, у меня в школе не было психологии. Вот каким-то образом, скажем так, мама говорила, у нас в семье либо в авиации, либо в медицине. Я медицину принимаю, но точно внутренне понимала, что всё-таки вот резать там или лечить, это вот, ну, резать не могу, а лечить, наверное, немножко скучновато было бы для меня. И хотелось как-то вот отличаться. И когда начали искать альтернативу, нашли, что вот полумедицинское образование, да, что это хорошо, что там помогать там либо детям, либо людям, которые вот, скажем, с какими-то сложностями, и слово психология, она увлекала. Но когда я туда пошла, я поняла, что это, безусловно, очень важно и ценно на данный момент. То есть это то, что людям помогает. Вам не было страшно, когда вы столкнулись с объектами своего образования, ну, извините, я один раз в жизни была в детской психиатрической лечебнице. И я вообще не понимаю, как люди там работают. Я тоже. Когда ты видишь пятилетних детей, которые уже вот так вот обделены, у меня была истерика. Я две недели не могла прийти в себя, я рыдала при каждом воспоминании об этом. Как вы в 18 лет вообще в это отважились погрузиться? Вы знаете, когда, ну, во-первых, когда ты начинаешь учиться, это одно, то есть это увлекательно, это понарастающе. А когда у тебя 34-й курс, это постоянная практика, да, что обязательно определенное количество времени ты проводишь. Но я очень ярко помню одно из посещений дома инвалидов, то есть вот самого такого тяжелого, с тяжелыми нарушениями. Это была весна, уже зацвела, видимо, сирень, вот ну что-то такое. Мы пришли, такое здание неприметное, вокруг тоже садик, цветочки, розочки, вот деревья в цвету. Мы зашли, и я, когда вышла, я сказала, это было два часа ада. Я поняла, что я не смогу, мое сердце, вот не выдержит, я даже сейчас вспоминаю, у меня прям дрожжа в голосе идет, да. И я прям, ну не знаю, мне очень сложно было. И на пятом курсе я родила и, скажем так, благополучно ушла в декрет. Когда вышла, скажем так, тут наступил 91-й год, когда вообще работы практически не было, но мне удалось за счет того, что у меня и хорошие показатели были. Вот меня как раз приглашали в психиатрическую больницу, что там в одно подразделение работать, но я нашла в школе психологом и логопедом. И придя туда, я сделала для себя определенные выводы, которые действительно потом сыграли огромную роль в моей жизни в дальнейшем целом. У нас в студии Юлия Кузьмина. Продолжим. Сегодня с нами в доле бизнес-тренер, основатель компании Юлия Кузьмина Systems и Persona Grata Group. Юлия Кузьмина. И мы остановились на том, как Юля по окончании вуза психо... Патопсихолог. Патопсихолог, да. Нашла место в школе. Психологом в школе, казалось бы, опять же, стереотипное мышление человеческое, мое, например, сразу представляет себе такое тихое болото, училка, учительская. И в общем, ну и все. И села, и еще родила одного ребенка, и вроде как зарплата постоянная капает, и работка непыльная, ну и ладно, и чего, больше ничего не надо. Ну, мне кажется, я как-то немножко неспокойно в этом плане. То есть я пришла, знаете, как вот, наверное, любой человек, он приходит, если даже на рабочее место, он как-то его под себя подстраивает. Я пришла, и первое, что меня поразило, что эта методичка 25 лет назад была создана замечательными людьми. Ну, 25 лет назад. Дети изменились. И мой методист Раюна, к которому я пошла, я сказала, давайте мы сделаем экспериментальную программу, посмотрим, как это будет работать. Она мне, скажем, ну, подхватила идею, сказала, давай, пожалуйста, конечно, ну, все подотчетно, все подконтрольно. Когда я начала видеть первый результат, что у детей очень хорошие, скажем, показатели пошли, родители, во-первых, это моментально, дети и родители, это как лакмусая бумажка, то есть они моментально реагируют, потому что у детей там, допустим, улучшились отношения с родителями, дети там еще что-то стали делать. Тем более были какие-то сложные подростки, которые, ну, там, убегали из дома, со школы, их возвращали, они были троечниками, а через какое-то время у них чудесным образом, ну, вот, восстанавливались как раз отношения и в классе, и дома, и учеба шла по-другому, потому что вот я потом уже, оглядываясь на этот период, поняла, что я всех, наверное, детей и родителей направляла на то, что только взаимопонимание, потому что взаимоотношения решают все, да, а в нашем обществе вообще взаимоотношения решают все, чтобы мы не хотели. Повышение зарплаты, переменные в личной жизни, скажем, получение новой какой-то должности или создание бизнеса, это все команда, это все коммуникации, и, безусловно, это очень важно развивать в себе, и я для детей предоставляла такие программы. Но один из вариантов — это то, что каждый человек должен внутренне уже понять, что он вот на землю пришел для чего-то, да, что у него есть какая-то своя собственная задача, да, вот задача, которую он должен реализовать. Ну а детки были, знаете, как работая с сложными подростками, у них были вот такие сильные противоречия, я хорошо помню одного мальчика, наверное, самый яркий или сложный эпизод, когда он пришел, я говорю, ну скажи, вот кем ты хочешь быть, когда ты вырастешь, какая у тебя есть мечта? Он говорит, я хочу грабить банки. Ух ты! Я сама была в таком шоке сначала, думаю, как, а как вот с этой ситуацией выйти, да? Я же не буду сейчас, как и все остальные, заниматься норовоучением, что это плохо нельзя. Я говорю, хорошо, я говорю, тогда предоставь мне схему и расскажи, как ты это вообще собираешься делать. И он был тоже в шоке, но он предоставил, я сказал, ну нет, ты не знаешь многих вещей. Как бы, когда мы начали с ним разбираться, я говорю, понимаешь, вот уже, когда он, наверное, располагался ко мне, я ему начала объяснять, что, допустим, вот есть определенные законы физики там или еще что-то. Я говорю, я тебе не буду их сейчас давать, я говорю, ты сможешь у своего преподавателя узнать. Но на самом-то деле, посмотри, какая ситуация. То есть, да, ты можешь либо вот это, давай посмотрим, какие последствия. А вот что тебе даст, если ты ограбишься, что? Я буду знаменит, да, вот я там типа то, что всем докажу. Давай посмотрим, как ты можешь доказать по-другому. Когда мы выявили, что у него еще есть увлечение музыкой, да, и что, по идее, допустим, занявшись этим, он может не ждать, когда он там вырастет и ограбит банк, а что сейчас это что-то начать делать. И вот, опять-таки, через хобби, то, что мы в начале разговора с вами уже затронули, что любое хобби — это ресурс, это то, что нам дает некое такое горение нашей личности, некое такое разнообразие. Это, наверное, как фреш, да, который мы любим, такой свежий, возможно, со льдом, да, то, что нас очень освежает. Вот здесь то же самое. И мальчик очень сильно был настроен против родителей, потому что там мама вышла второй раз замуж, вот ребенок от второго брака. И вот ребенок не знал, как с этим справиться, как он боялся потерять вот эту некую значимость. И когда мы через вот такую ужасную систему, как пограбить банк, вышли на механизм того, что как он может вообще это все по-другому, но, конечно же, радостно, когда родители приходят, и там он, допустим, держит на руках этого малыша, и мама благодарит, и, скажем, спустя какое-то время мне эти родители, дети находят меня в соцсетях, пишут славу, благодарности. То это здорово, это стоит того. А потом были десятые классы, старшие классы, и я решила, что им нужно знать какие-то вещи, кроме, как это, что нужно знать до и после, как и во время брака, да, вот как-то вот какая-то такая книжечка была в те времена. Но в 90-х годах тоже все рассыпалось, и я поняла, что детям нужно понимать, что такое их успех, что это некий слагаемый. Не может быть только там я стану космонавтом, создать твой успех. Это все ради кого-то, ради чего-то. Или не может быть, что там я вот выйду замуж, и буду статично сидеть, и пусть меня муж делает счастливой. Ну, это не бывает. Нам недостаточно этого. Мы даже, когда себе делаем завтрак, у нас обычно как минимум два блюда, напиток, еще что-то. Это точно. Послушайте, ну а как тогда вы от старшеклассников добрались до топ-менеджеров «Газпром», «Кока-кола», «Ситибанк», «Мегафон», я сейчас называю просто корпоративных клиентов «Юли», «МТС», «Альфа-банк», «Декстер», «Сонни», «Майкрософт», «Проктер и Гэмбл», «Ноги» и так далее. Все-таки стало менее интересно работать с людьми, более интереснее с корпорациями. Смотрите, ты прожил какой-то этап жизни, ты сделал, и ты видишь, что у тебя механизм работает. У меня появилось ощущение неудовлетворенности. И я очень люблю поддерживать взаимоотношения со своими профессорами, с которыми учусь, или с теми, с кем я работаю, у кого я училась потом, за рубежом уже. Я задавала массу всяких вопросов, которые мне были интересны на тот момент. И мне один, самый первый мой профессор Пупата психологии, он мне говорил, «Юля, иди на чистую психологию». Я думаю, почему я же так стараюсь, у меня же такие хорошие результаты. Я говорю, вы что, считаете, что как-то этого недостаточно? Он говорит, иди, мне кажется, что это твое. Вот когда я пошла на чистую психологию, то я поняла, что преображать жизнь людей, оптимизировать процессы, все, это то, что я действительно хочу, это то, что является моей страстью. Я человек-реалист, я на самом деле люблю, чтобы действительно в жизни человека был выбор всегда. Да, вот было, ну, скажем так, максимум, наверное, минимум сложности и максимум всего то, что он может попробовать и найти что-то вдохновляющее для себя. И потом, обучившись уже на чистой психологии, я поняла, что я хочу работать в компании, я хочу делать это уже, ну, с не маленьким количеством людей, а с большим, для того, чтобы действительно был рывок, такой вот качественный рывок, потому что, когда с командой работаешь, то это и сложно, но результаты потом вдохновляют. Но я еще хочу озвучить нашим слушателям ваше образование, потому что это тоже для меня, например, был очень впечатляющий список. Context Associated в США, Ericsson College International в Канаде, Anthony Robbins, UPW, это психология какой-нибудь, да, вуз в США, управление изменениями в Израиле, сертифицированный коуч, член International Coach Federation, International Association of Coaching и Small Business Coaches, Community of Coachville. Ну, ничего себе, когда вы все это успели? Ну, если вы слушатели видели, они бы поняли, что я девушка с опытом. Наверное, вот очень основательно, практическим опытом мне занимается где-то 20 лет. Да, вот с 93-го года это постоянно, и для того, чтобы быть актуальным, наверное, и важно, и ценно самому постоянно учиться, если ты передаешь какие-то знания другому человеку. Время меняется, люди разные, и профессионализм заключается, когда ты точно понимаешь, как вот под эту команду или под этих людей собрать, да, какое-то занятие, какой-то механизм, который поможет людям еще лучше, еще быстрее сделать то, что они хотят. Но когда обучаешься, ты, безусловно, понимаешь, что тебе самому нужно прокачиваться, а у коучей, у психологов, ну, по крайней мере, во всем мире так и стоит, они обязаны в год, скажем так, проходить сами определенное количество образования, то есть это обязательная программа, если ты хочешь действительно быть профессионалом высокого класса, что нужно время от времени оказываться самим учениками. Вот вставать и понимать, что чувствует человек, как он это воспримет, потому что по-другому нельзя. Нужно, люди в моей профессии, они должны чувствовать других людей. Ну, а западное образование, чему вас, ну вот, что изменило в вас? Ведь вы уже и до этого были вполне профессионалами. Вы знаете как, любое образование, оно как раз, мое любимое слово, оптимизация процессов, то есть оно помогает сократить затрату времени. Я очень люблю время, я люблю, чем оно заполнено, не люблю его терять, не разрешаю никому тоже у себя, допустим, его так вот отнимать. Ну, отнимать, то есть на какие-то пустые разговоры, на ненужные передачи, там, видео или еще что-то. Я в то же время не консерватор. Я считаю, что иногда хорошее общение, оно делает тебе хороший инсайт. Но если говорить про зарубежное образование, то они все-таки в области оптимизации ресурсов человека, они шагнули дальше. Кстати, там нет еще нескольких моих образований. Я за счет того, что все-таки патопсихология, и у нас очень много было с работой мозга, я в дальнейшем еще училась, брала курсы у Бехтеревой в институте. И я считаю, что это очень важно, потому что сознание, оно действительно как очень емкий продукт, который, скажем так, у которого есть очень сложные фрагменты, то есть то, что можно усугубить, и есть то, что может улучшить. А вот зарубежное образование именно связано с оптимизацией ресурсов, человека, с его потенциалом, способностями, они в этом плане давно работают. У нас очень сильная психиатрия в России, то есть это базовое, скажем, для всего. И нет психоанализа. Ну, нет, я думаю, что, может быть, каждой из страны должно быть что-то там свое, как бонус. И, скажем, ну, а зарубежное образование, они давно шагают, они переживали кризисы, искали решения, то есть их психологи искали решения и формировали программы. Но вот то, что от патопсихолога у меня 100% до сих пор идет, я точно знаю, что самые простые даже иногда упражнения могут одному человеку сделать рывок, а другому человеку навредить. И, безусловно, всегда делаю свою работу через позицию того, что вот почему я сказала, чувствование клиента, даже когда ты в группе находишься, ты все равно можешь отследить какие-то вещи, и это очень важно, очень ценно. У нас все-таки в России… Простите, я для себя сейчас определю. Невозможно работать с корпорацией, не работая отдельно с каждой личностью. Когда работаешь с группой. В зависимости от корпоративных клиентов все равно вынуждены каждому что-то индивидуально давать свое, то, что ему полезно, нужно. Конечно же, когда, допустим, формируется программа под какую-то корпорацию, то идет, скажем, некое такое тестирование, запрос от руководителей, которые делают запрос на эту программу. Ну и, конечно же, когда уже начинается сама программа, тут уже люди видно, да, вот, то есть, где у кого, то есть, идет лучше, где у кого сложнее получается, и, безусловно, то есть нужно все-таки, чтобы они более равномерно продвигались к результату, то здесь нужно отслеживать. Я хочу напомнить нашим слушателям, телефон 651099,6 и сайт наш финанс.фм, заходите на страничку программы в доле, задавайте вопрос Юлию Кузьминой, делитесь впечатлениями. Я вспомнила однажды, я работала еще на МТВ тогда, и у нас появилось новое начальство, и они как раз решили тоже взять каких-то коучеров и как-то определить нашу профпригодность вот с этой точки зрения, и было очень смешно, когда нас, ведущих, опрашивали по этой такой схеме, прописанной для менеджерского, в общем-то, в основном персонала, мы просто откровенно издевались над ним, потому что мы не соответствовали ни одному пункту и были совершенно профнепригодны по этим всем схемам, вот, и не должны были работать в компании. Мне ужасно интересно, на самом деле, узнать все-таки, как вы находите своих клиентов, или они находят вас, и об этом после новостей на Финаме. Оставайтесь с нами, друзья, сегодня в Доле замечательный бизнес-тренер, основатель компании Юлия Кузьмина-Системс и Персонаграта Групп. Студия Юлия Кузьмина, бизнес-тренер и основатель компании Юлия Кузьмина-Системс и Персонаграта Групп, 6510-99,6, московский телефон, код 495, финам.фм, наш сайт, заходите на страничку программы в Доле. Вот, все-таки, все равно пытаюсь понять, вот, у меня есть один знакомый, очень хороший психолог, которая достаточно много лет работала, и очень успешно занималась телесно-ориентированной психологией со всякими людьми творческих профессий, вроде меня, с какими-то там, ну, не с перверсиями, но со сложными, в общем, какими-то психологическими проблемами. А потом просто в какой-то момент она вдруг резко прекратила индивидуальную работу и стала работать только с компаниями, потому что, ну, как бы, я пыталась ее расспросить, в чем дело, ответа я не получила такого полноценного, но я так поняла, что ее какой-то вот, ну, творческий, физический, может быть, даже, там, не знаю, ресурс здоровья уже. Потенциал. Да, съели ее, короче, клиенты, она от нас от всех дико устала и решила, что, в общем, эффективнее будет, ну, приложить себя в бизнесе, а не заниматься толчением воды в ступе, потому что далеко не все ее клиенты, конечно, выкарабкались из своих проблем и вообще хотели оттуда выкарабкиваться. Ну, может быть, я ошибаюсь, это просто такой мой дилетантский взгляд. Вам вот все-таки интереснее работать с отдельными личностями, которых нужно спасать, или с корпорациями, в которых нужно выстраивать вот эти оптимизационные процессы? Вы знаете, как я, наверное, все-таки по основной структуре своей коуч. Да, вот коуч не как перевод слова «тренер», а коуч именно от коучинга. А коучинг — система, помогающая человеку. Допустим, человек, который находится в точке А, хочет попасть в точку Б, но разница велика, да, то есть он сейчас из точки А не понимает, боже мой, это нереально, я вот это хочу, но нереально вот это осуществить, где какие возможности. И коуч помогает выстроить систему под его, под его ценности, под его уклад личности, вот тот временной трек, за который он хочет это осуществить. То есть вам не нужно копаться в его бабках, детках, предках и детских травмах? На самом деле сейчас в Европе отказались в большей степени от психоанализа, потому что очень огромные потоки информации для человека направлены, и сознание не успевает перерабатывать, интенсивность жизни другая, стрессов больше. И человек, если еще психоанализом его углублять вниз в прошлое, то одни люди, да, сделают вывод, а другие зароются так, что им станет еще хуже. Вот и не выберутся. Да, и не выберутся. Поэтому коучинг-система, она экологична. Она делает корректировку по ходу дела, то есть по продвижению. То есть он уже видит, уже видно, что, допустим, нужно человеку под, ну, качать, усилить, какую позицию. Я в большей степени коуч, поэтому люди, которые ко мне приходят, и я чувствую, что у них есть психоэмоциональные проблемы, то я их отправляю к своим коллегам. У меня есть коллеги, с которыми я в тандеме работаю. Это психоаналитики, детики Сеченовской. Я считаю, что они большие молодцы, потому что они тоже всегда учатся, у них постоянно стажировки различные. И я просто отдаю этих людей туда, когда они вводят человека в ресурсное состояние, то есть человек разрешил эмоциональную проблему, то вот в ресурсном состоянии мы начинаем выстраивать ему путь к его осуществлению, вот его цели мечты. А вот как вы относитесь, вы вот очень здорово отметили этот факт, что невозможно взять какую-то, какую-то одну методику или одно психологическое упражнение и применить его одинаково эффективно к разным людям. Кого-то можно этим травмировать даже. Сейчас достаточно распространены, особенно в Москве, я не знаю, наверное, и не только, и в регионах, всевозможные тренинги личностного роста, где человека там за несколько, ну, за 10 занятий заставляют пройти просто совершенно немыслимые испытания, как это называется, там типа раздвигать свои границы, да, растягиваться, да, делать то, что ты никогда бы не сделал, испытывать там, не знаю, какие-нибудь предсмертные переживания и прочее, 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 причем, ну, какую-то кучу людей вот подвергают одинаковому совершенно процессу и там за 10 дней меняют в корне твою жизнь. Я согласна, и за счет того, что я все-таки патопсихолог, я изначально, скажем так, это видела, и это для меня всегда сложного восприятия, потому что вот это огульное осчастливливание людей, да, делая их успешными, это, безусловно, очень опасный процесс. Почему, почему, объясните. Почему? Ну, потому что один, как я уже говорила, что один, да, скажем так, наберется каких-то знаний, почувствует свою силу, да, то есть то, что он не реализовал до этого момента, поймет, что вот, оказывается, он тоже из этого состоит, и он пойдет, а друг для другого это будет надлом, надрыв на долгие годы, когда психоаналитиком, ну, работа психоаналитиком, на другое слово. Просто мне кажется, это вот, ну, когда берут тебя и вкладывают тебе какой-то новый, там, не знаю, кубик в строение твое собственное, которое, в общем, никак не с твоим опытом, не с твоим каким-то психоэмоциональным статусом не соотносится, просто вот, ну, вложили кусок информации, переваришь или, или наоборот, подавишься, да, получается. А почему тогда это так успешно? А, и почему огромное количество молодых людей, которые вот уже, я вот наблюдаю это сейчас, состоялись в бизнесе, например, да, им не 30 лет, у них все есть, дорогие машины, деньги, красивые женщины, социальная ответственность, почему их так, грубо говоря, колбасит, почему они так пытаются найти этот самый личностный рост в какой-то эзотерике, в каких-то сектах, в каких-то ужасных, там, я не знаю, они ездят и закапывают друг друга в могилы, в Крыму, вот, для того, чтобы померить тело с мозгом, чтобы панический страх познать. Вот, для меня это просто непонятно вообще. Ну, я бы, наверное, начала с другого, что человеку присущи кризисы возраста. Вот, мы знаем, только кризис среднего возраста, да, и никто не знает, в какой момент он на тебя нападет. Но, на самом деле, существуют различные кризисы. Допустим, первый, который, так же, наверное, доступен общей массе, это 13 лет, да, пубертатный период, раскрывается гормональная сетка, и ребенка начинает штормить, он ищет себя, он начинает вести себя как взрослый, пытается быть дерзким, то есть отгораживается. Но нужно понимать, что существуют и другие кризисы. У женщины этот кризис начинается, допустим, первый, ну, следующий кризис после этого наступает, когда она рожает или первый раз делает аборт. Но, на самом деле, есть еще предыдущие, это 6-8 лет, это легкий кризис, когда, вот если мы заметим, мальчики отрабатывают его с мамой, а девочки с папой, то есть они смотрят, как противоположный пол, да, вот дрожит ли папа девочкой, да, или как мама, допустим, авторитарная, или еще каким-то, если она его сюсюкает, то вот здесь вот 6-8 лет родители должны знать об этом кризисе, потому что вот отсюда все начинается, с нижней комочек, который может потом когда-то отразиться. Итак, 6-8, 13, у девушки где-то в перерыв, 21-25-е, у мужчин тоже есть в этот момент небольшой кризис, но он чаще всего связан с армией или с поступлением на работу, потому что девочек охотнее, берут на работу, а мальчикам сложнее, у них нет опыта работы, да, вот устроиться. Это кризис, наверное, становления, но он очень ровный, хотя критически вот человек в этот момент обострен, и нагрузки должны быть другие, и вера в него близких должна быть другой, ну, а такой основательный кризис, он наступает после 30 лет, но человек не чувствует это вот как мучение какое-нибудь. Допустим, как это может выглядеть у мужчины? Мужчина просыпается, а рядом с ним женщина, он понимает, что это она, не она. Работа, я на нее хожу, она не вдохновляет, мне это уже надоело. Вот да, я выбрал в 20 лет там институт, отучился, отработал, а сейчас это все не так. Почему? Потому что личность, допустим, созревает до 20, доформировывается до 25 лет, основные стержни характера, проявления, ценности выплывают, а к 30 годам вот они уже немножко отработались, и человек понял, да, вот я уже это все выучил, и что дальше? И многие на этом этапе, ну, давайте я буду говорить, наверное, все-таки сложную статистику, чтобы люди понимали своих близких, что мужчины, за счет того, что у них работает рация, и они не могут там поплакать, пойти с подружкой поболтать, очень высокий процент суицидов, вот после 30 лет, вот возраст Христа, то, что еще называют, у мужчины это непростой период, скажем так, для него, именно связанный с тем, что кто он, что он здесь сделал, чего он добился, и что это? Ко мне приходит, вот в этом промежутке, то есть нужно понимать, что я говорю 30, да, но это не обязательно, то есть у кого-то, у какой-то личности, это наступит 29, у какой-то, это наступит 33 года, и люди приходят и говорят, я там вице-президент вот такой-то компании, у меня вот все, у меня дом, там семья, и ничего не радует, мне ничего не радует, что мне делать? И вот здесь вот по идее, как иногда, что делать? Надо, наверное, что-то сменить, говорит нам примитивная часть сознания, а может быть, женщину поменять, и да, действительно, можно влюбиться, боже, как здорово, да, у меня новые чувства, я чувствую, что я живой, и скажем так, или наоборот, может быть, сменить работу, и люди рушат, они идут куда-то вот искать, найти ответы, где их найти, потому что у нас, ну, все-таки недостаточно такой вот, у нас много информации, но человеку очень сложно сориентироваться, какой информации правильно доверять. Мне кажется, что изначально у нас у всех нету еще и такого духовного воспитания, как бы наши ценности-то особо не, ну, там, чтобы мы хорошо покушали и получили пятерку в школе, это родители заботят, а чтобы у нас все-таки какой-то духовный внутренний стерженек вырабатывался, это же сложно. Ну, смотрите, совершенно право, вот когда человеку 20 лет, о чем он думает? О том, чтобы понравиться, о том, чтобы был секс хороший, чтобы тебя любили, чтобы было вкусно, чтобы было весело, это потребности. Мы сейчас говорим уже о ценностях, вот к 30 годам у некоторых людей засыпает голод по ценностям, человек пытается найти, а кто, где этот круг единомышленников, кто эти люди, и когда он преодолевает себя, ему кажется, вау, вот это здорово, но... помогаете, где вы предлагаете им искать эти ценности? Ну, во-первых, я считаю, что человек должен сам изначально определиться с ценностями, продиагностировать то, из чего он сейчас состоит. Я приведу такой самый элементарный пример, который я говорю, наверное, в своих семинарах. Я говорю, смотрите, допустим, вам звонок, вы дома, вам звонок, и говорит, ребят, «Ой, ты дома? Мы тут рядом, мы через часок к тебе зайдём». Что вы делаете? Вы подходите к холодильнику и смотрите, а чем вы их угостите, да? То есть что у вас есть в наличии? «Ой, это есть, это есть». И вот здесь, допустим, а чего-то нету. И у вас есть вариант, а, пойти самому выйти купить, б, позвонить друзьям и сказать, ребят, если вы хотите кушать, захватите вот это. То есть вот как минимум уже два варианта. То есть мы добираем то, что поможет нам эту встречу сделать приятной, комфортной, интересной, ну и сытной. А время как раз подходит там к обеду или к ужину. То есть вот оно решение вопроса. Точно так же, когда мы делаем диагностику, я хочу вот это, то давайте мы посмотрим, а вот что у нас сейчас есть в холодильнике, да, и что нужно добрать, то есть какие навыки дотренировать. Ради бога, пожалуйста, это возможно. Существует, конечно же, любой, скажем так, наверное, тренировочный механизм, он, как и в спорте, связан с преодолением. Но вопрос, я вспоминаю, скажем, свой опыт, скажем, когда я занималась спортом, любой тренер, он находился рядом, и он понимал, сколько сегодня ты вот в таком состоянии, в котором ты есть, ты можешь вынести нагрузки, потому что можно сорвать мышцы, можно сорвать уверенность в себе, и вообще, да, что ты потом будешь пытаться сделать, но не сделаешь этого. И вот здесь я нашла в своё время в коучинге очень важное слово для себя, экологичность, и понимаю, что каждый человек должен, другой может его заставлять делать всё, что угодно. Помните, нам родители говорили, а если себе скажут, прыгни с девятого этажа, ты спрыгнешь? Мы говорили, нет, конечно. Вот здесь то же самое, тренеры, к которым приходят люди в тренинговой компании, они, безусловно, там делают какую-то свою программу, но они не могут чувствовать, что вы чувствуете в этот момент. Если вы скажете, вы знаете, я чувствую, что вот я не справляюсь, у меня там надрыв какой-то, я думаю, что они должны отреагировать на это. Но у нас в России нету всё-таки аккредитации тренинговых компаний. У нас, я, по крайней мере, общаюсь, ну, скажем, такой тусовки, мы ходим там на выставки, там ещё на какие-то конференции, поддерживаем друг друга, я постоянно сталкиваюсь с людьми, которые просто, оказавшись на каком-то тренинге или на каком-то образовательном, обучающем процессе коучинга, всё, они поняли, я хочу счастливить мир, да, вот я хочу счастливить людей, и делают это вот теми инструментами, которые у них есть, совершенно не понимая, что там внутри. Люди, когда даже, наверное, там картошку сажают, они точно понимают, где, когда, на какую глубину или что можно. Вот и я о том же, мне кажется, что просто сейчас огромное количество молодых, активных, успешных, амбициозных людей, которые разогнались в пространстве до состояния светящейся кометы, они летят и сияют, и они представляют собой огромный, лакомый кусок для всевозможного вида вот этих вот таких лже и псевдо-психологических помощников, там, коучеров и тренеров. Как распознать, мошенник это или реальный человек, который может тебе помочь и не сломать тебе вообще психику? Вы знаете, я думаю, что это нужно, каждому человеку нужно быть очень разумным, задавать вопросы, да, не бояться, потому что человек, у которого все хорошо с образованием, человек, который, и вот именно система того, что человек сам совершенствуется, я имею в виду профессионалом, если он сам совершенствуется, если он точно соблюдает определенные законы экологичности, то это ваш тренер, возможно. То есть если он не подвергает тебя каким-то совсем уж пытошным методам воздействия, да? Совершенно верно. Продолжим после короткой паузы на финале. С нами в доле бизнес-тренер, основатель компании Юлия Кузьмина Systems за персона Grata Group Юлия Кузьмина, 651099,6 наш телефон в студии, финам.fm наш сайт, заходите на страничку программы в доле. Юля, расскажите про ваши женские курсы повышения радости жизни. Вы знаете, я вот с женским вопросом... Прекрасно. Простите, еще скажу, что мне ужасно понравилось. Я не знала вашу книгу, мне очень понравилось название «Не все мужики козлы». Я обязательно... Или «Как найти» и создать отношения с хорошим подходящим. Вот, я тоже так считаю, что не все мужики совсем, что мужики вообще не козлы, просто они другие. Совершенно верно. Вот мы с вами и сошлись. Я, скажем так, этой темой занялась в 93-м году, когда совершенно я об этом не думала, не желала, не мечтала. А вот моей подруге ушел муж и, видя ее страдания, начала искать решение. А когда я так, скажем, пообращалась к своим преподавателям, профессорам, они разводили руками, говорят, ну вы, слушай, ну вот об этом с ней порассуждаю. Я понимаю, что у нее болит. И я, знаете, вот как через себя это прочувствую, думаю, не дай бог, со мной такое, мне тоже никто не сможет помочь сказать, что это... Ну, как изменить ситуацию. Я думаю, что уже, наверное, вы заметили постоянно, как это сделать, как это осуществить. Всегда есть путь достижения. Нет проблем, есть задачи. Есть задачи, совершенно верно. Но я на тот момент поняла, что у нас все-таки в стране очень много все, что связано с отношениями, с институтом семьи, это теория. Да, у нас очень сильные разработки в психиатрии, в спорте, в космосе, ну все, что связано с КГБ потенциально. С обществом. Да. Но не с личностью. Но не с личностью. И я тогда себе сказала, подожди, а если ты не можешь найти ответ? Ведь люди изначально, когда все это происходило, многие не знали, как найти ответ, как вообще чего-то достичь. И те люди, которые создавали колесо, я думаю, что они тоже задались целью, как быстрее вообще не своими ногами добраться докуда-то, да, или перевезти груз. Я сказала, ну ты сейчас работаешь в таком месте, где очень много замечательных мужчин, а почему бы тебе не провести исследование, не найти ответ у них и не создать формулу, как помочь женщине найти правду о реальности и как устранить ошибки, скажем, исправить, может быть, ошибки, если возможно, и как построить свою жизнь по-другому, да, вот более качественно и лучше, потому что нас никто не учил. А сталкиваясь в молодые годы, мы, безусловно, либо сжимались, либо пытались спасти, там, уговорить, умолять. Это все равно какие-то вещи, не совсем приводящие к желаемому результату. Мне нравятся слова Стивена Кови, для того, чтобы получить нужный результат, сначала нужно делать то, что нужно делать сначала. И, по идее, вот это, наверное, какой-то некий такой девиз в жизни, когда я для себя сказала, хорошо, нет решения, все, у тебя есть в окружении много всяких мужчин, я создала список вопросов и пошла в поля. То есть я задавала вопросы, искала ответы, ответы некоторых мужчин я понимала, что они совершенно не подойдут к моей подруге, но у меня была уже частная практика, и я понимала, что каким-то женщинам это станет ценно. И вот так вот появилась некая формула, которая помогла моей подруге вернуть мужа. Ух ты! И с тех пор, скажем так, я, наверное, этот механизм использовала, но потом однажды у меня состоялось знакомство тоже в области бизнеса, связанного с корпоративными клиентами, это Джон Ван Эйкен, мы с ним общались, и чем больше мы с ним общались, в какой-то момент он мне сказал, Юль, у вас столько много вот книг для женщин, вот он уже давно живет в Москве, по идее он хорошо в этом всем разбирается, и он говорит, столько книг, которые, ну, просто засоряют мозги женщинам, вот ведут их не по тому пути. У тебя такие хорошие работы, почему ты не напишешь? Я говорю, ну, я не знаю, у меня столько практики, я настолько счастливый человек профессионально, да, и лично, что, ну, даже не задумывалась. И вот он меня практически сподвигло писать первые мои две книги, которые называются «Одна магия магнит», то есть как женщина сохранить женственность, не используя, не пытаясь, скажем так, наверное, заняться стервологией или уроками гейши, потому что, ну, нельзя стать той, кем ты не являешься, элементы можно, но у нас женщины не всегда могут как бы отфильтровать, тем более механизмы продаж у тех компаний, которые занимаются стервологией или опытом таким, как женщину учить быть какой-то особенной, практикуют, скажем так, то, что женщина должна поменяться, она должна вот стать искусственной какой-то. Я считаю, что женщина должна просто себя усовершенствовать, она должна немного понять, что ей в себе усилить, что ей в себе убавить, ведь точно так же, как в имидже, имидж создан для того, чтобы скрывать наши недостатки и подчеркивать наши достоинства, вот точно так же здесь. И когда я начала складывать систему, то получился очень хороший продукт, и он действительно хорошо работает, я человек, который занимается совершенствованием процесса или совершенствованием личности, экологично, поэтому, но в то же время для меня важно, чтобы это было быстро, быстро, ну, не совсем быстро, эффективно. Одну минутку, мы продолжим обязательно этот разговор, у нас есть звонок, Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. 55 лет, дева, построил дом, женился. Дерево посадил. Высшее образование заочное, не работаю, всю жизнь работаю шофером. С Калужской области езжу в Москву, работаю очень много, и вот чувствую, что устал в три месяца хорошо зарабатывать таким путем, когда ни семьи, ни дома, кабина, кабина, трасса, кабина. Ну, вот, пожалуй, пока все. Во, как. Вопрос заключается в том, то есть, как мне самому себе помочь, то есть, что сделать, да? Ну, да, у человека, очевидно, то есть, он нам сказал, как раздиагностику, то, что вы говорили, то, что есть. Погряз в своей рутине, ни семьи, ничего нету, в хабине семьи нету. А он же женился, или развелся? Мне сказал, что вот такая жизнь надоела ему. Дом построил, вы знаете, Константин, да? Владимир. Владимир. О, прям как моего сына. Владимир, вы знаете, я думаю, что, когда у вас наступает такое состояние, что вам все немножечко поднадоело, да, вы устали вот как бы от всего этого, это означает, что один этап жизни у вас заканчивается, и вам необходимо подготовиться к новому, то есть вам нужно его как бы спланировать, то есть практически взять 8 основных областей жизни, да, и написать по ним, что я хочу, допустим, чтобы со мной, ну, может, там за год, или, не знаю, как вы сами пожелаете, произошло. То есть мы берем бизнес, мы берем... Личную жизнь. Личную жизнь. Здоровье. Здоровье. Красоту берем. Ну, здоровье и красота, это в одной области, пускай будет. Мы живем точно так, мы берем точно так же взаимоотношения с семьей и друзья, то есть семья, это все те, кто не является любовью, да, то есть с кем нет интимных отношений, то есть как бы вы хотели, чтобы с ними была выстроена жизнь. Ко всем прочему, берем хобби, отдых, увлечение, чем бы вы, возможно, хотели заняться, вспомните, пожалуйста, может быть, вы когда-то давно мечтали о чем-то, но все-таки, как это говорят, руки не дошли, то обязательно впишите это. Ко всем прочему, вот напишите то, что вы хотите, вот в каждых этих областях, и, безусловно, есть еще один такой пункт, это развитие, то есть что бы вы хотели усилить, потому что говорить, что это произойдет по мгновению волшебной палочки, я не буду. Говорить, что, допустим, вы можете медитировать и там раз в день зачитывать все это, и через год с вами это обязательно произойдет, ну, тоже не буду, могу сказать, что да, это начнет происходить. А если написать 500 тысяч рублей на бумажке, 50-рублевой и пришпилить к холодильнику? Ну, вы знаете как, симпатичный вы, наверное, все-таки. Но если мы хотим, чтобы все эти, ну, результаты, все эти «хочу» ваши сбылись гораздо раньше, то здесь нужен стратегический некий план. А вот стратегический план, безусловно, нужно, наверное, все-таки составлять с кем-то. Можно книжечку почитать, но я все-таки сторонник того, что книги написаны замечательными людьми, но процентов 40, наверное, что-то подойдет вам, остальное будет, да, это просто хороший набор. Можно найти в окружении своем человека, который занимается, вы видите, он такой, вот у него прям жизни, как бы все движется, и просто с ним начать разговаривать, сказать, вот я хочу вот это, как ты видишь, что можно здесь предпринять. Но помните о том, что исключите токсичных людей в виде информаторов, то есть люди, которые говорят, вот все плохо, это нереально, все там невозможно. Если это человек твоя мама или твой ребенок, или кто-то очень-очень близкий. Ну, вы знаете, я так думаю, что, безусловно, нужно немного ограничить, скажем так, общение с этим человеком, не именно время общения, а темы общения. То есть, ты знаешь, давай мы на эту тему с тобой не говорим, пожалуйста, то есть, и стоять на своем, что я не говорю, я говорю на все остальные темы, кроме этой. А так найти себе, желательно, может быть, даже не одного, а троих людей, которые вам помогут, ну, скажем так, действительно пролить, вы увидите, как люди на самом деле вам начнут сыпать массу всякой полезной информации, но помните о том, что эта полезная информация, она все-таки как обувь. Вы, если вам там ваш какой-то хороший друг дал бы свою обувь поносить, может быть, она вам не совсем подошла, потому что она тесна была бы, да, не по размеру. Вот здесь вот дело в нюансах, но я думаю, что вы человек зрелый, опытный, вы сами доверяете себе тоже, что вы сможете понять. А если нет, то либо пишите ко мне на сайте, напишите, и я, скажем так, тоже, потому что вы позвонили, слушайте радиофенам, и позвонили сюда, я, скажем так, откликнусь, и чем смогу, то информация помогает. Ну, а можно на мой мероприятие какое-то пойти. Народ спрашивает, да, как получить индивидуальную консультацию вашу, вообще, как вам, как попасть к вам, собственно, под крыло. Ну, вы знаете как, вот у меня будет на следующей неделе мероприятие, которое называется форума успеха-перезагрузка. Я считаю, что это такой очень хороший комплексный механизм, где мы начинаем с осушением болота. Вот как раз всем нашим, нам умным, хорошим людям, которые уже познали в какой-то степени жизнь, мешает то, что у нас вот здесь очень, именно в голове накоплено всяких наших и не наших мыслей, да, получится, не получится, ты такой, ты не такая, да, вот если мы росли по жизни, как получалось? Нам кто-то, мы никак не могли попасть в десятку, для кого-то мы были слишком медленные, да, для кого-то мы были занудливые, там, или, наоборот, либо шебутные, то есть, в доме нам давали одни позиции, да, и говорили, нужно быть вот такими, и это здорово, мы попадали в другую среду, и там были другие правила, да, я имею в виду, если брать улицу, когда дети формируются, там закон джунглей, да, в пубернатом периоде, когда мы попадали в школу, там другие законы и правили, совершенно другие вожди, да, а когда пришли мы в институт, помните, нам сказали, забудьте все, что вы учили в школе, да, когда мы закончили институт, пришли на работу, нам сказали, что учили в институте, практика, это совершенно другое, и, конечно же, мне кажется, что человек к 25 годам, он как папье-маше, да, то есть, его как-то вот кто-то как-то лепил, и человек внутренне понимает, что он какой-то другой, но частично он такой не был принят, потому что, ну, если брать людей креативных, чаще всего они доставляли проблемы родителям, они говорили, о-о-о-о, и у этого человека где-то есть вот эта маленькая надпись, что, ну, я не совсем такой, какой нужен, но, мы хотим, а вот этих, я называю это приблизительно стеной, вот такая стена на кирпичиках написана, допустим, не делай этого, как бы это усложняет жизнь, да, допустим, а ты видел там, Вася это сделал и сорвался вниз, ну, как бы сложно, а зачем тебе это вообще нужно, а может быть это не твое, а может быть через год, не влюбляйся ты старая, да, а может быть через три года, а может быть еще что-то, подожди, сейчас сначала нужно сделать карьеру, а потом ты займешься любовью, вот, между прочим, это бич современной женщины, раз мы о теме женщины все-таки говорили, да, то есть, и человек подошел, сознание подошел вот так вот, прочитала все вот эти надписи и остановилась, а на самом-то деле, вот, скажем, до того, чтобы действительно у тебя заработал новый бизнес, и вот этому Владимиру, который звонил, я бы хотела еще сказать маленькую такую историю, я бы недавно была во Франции, и в Париже разговаривала с водителем, который меня вез в аэропорт, он бывший в Наш, и чудесным образом, то есть, он рассказал, как он однажды решил, то есть, он был, как это вот на дальней дистанции, тоже вот большим, дальнобойщик, он возил тоже, как дальнобойщик, а потом однажды решил, что, а почему бы не организовать свою компанию, где работают другие водители, а он уже занимается вот чем-то таким, менеджментом, и он говорит, прекрасно, и, представляете, человек шагнул, то есть, он работал Тулом Москва, а сейчас он работает в Париже, ну, вот, как бы, такие разные истории, я Владимиру желаю, скажем так, верить в то, что если у вас есть маленькая неудовлетворенность, и есть голод по лучшей жизни, то обязательно у вас сложится, если он еще все действует. Как жалко, конечно, очень мало часа на то, чтобы пообщаться с таким интересным героем, как вы, Юлия, но я очень надеюсь, что наши слушатели найдут вас, и способ с вами встретиться, и почитать ваши книги, спасибо вам огромное, за то, что были сегодня с нами в Более. Спасибо всем, и всем успеха, жить эффективно.